Точно. Интересная тема дискуссии, потому что сегодня мы поговорим с вами про то, как вообще стратегировать на длинные горизонты, как думать о стратегии и как, может быть, даже проектировать некоторые варианты будущего. Очень рад представить наших спикеров. Сегодня с нами два важных человека для нашей школы. Андрей Владимирович Шаронов, экзаместитель министра экономического развития, первый президент школы управления Сколково и ныне генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития. Не первый, извините, да, оговорился. И Андрей Евгеньевич Волков, первый ректор школы управления Сколково и советник министра и автор программы «Мастер и паблик стратегия». На правах модератора, перед тем, как передам слово нашим спикерам и задам первый вопрос, хочу сказать, что на самом деле в нашей школе мы очень по-разному подходим к стратегиям и рад видеть очень много знакомых лиц, потому что на самом деле у нас тут постоянная дискуссия вообще как можно стратегировать в нынешних условиях, как подходить, вообще что такое стратегия, да, сейчас есть ли она, нужна ли она и так далее. У нас есть достаточно такие фундаментальные, хоть и прикладные подходы на наших дипломных программах типа Executive MBA или MBA, у нас есть более кастомизированные подходы на корпоративных программах и, например, прикладные вещи на, собственно, предпринимательских и на открытых программах. Но сегодня наше мероприятие проходит в рамках программы «Мастер и паблик стратегия», где вообще суть, одна из сути программы, собственно, поразобраться, как создавать и как проектировать стратегии на длинный горизонт. Поэтому сегодня мы говорим про более масштабные стратегии с горизонтом где-то от 10 лет и про те проекты, которые на самом деле меняют очень часто отрасли, меняют целые индустрии, целые регионы и целые большие территории. Поэтому вопросы сегодня будут связаны в первую очередь с этим и уверен, что опыт наших спикеров поможет нам разобраться как раз-таки в этих темах. Ну и первый вопрос, так как у нас, собственно, дискуссия про такие достаточно широкие темы, первый мой вопрос, наверное, такой философский и издалека, потому что сколько людей здесь сидит или стоит, столько, наверное, и есть определений или мнений про стратегию, если не больше даже. Поэтому первый вопрос, собственно, как вы для себя определяете предмет нашей дискуссии, что такое стратегия для вас, как об этом можно думать сейчас. Давайте, Андрей Владимирович, с вас начнем, и потом к Андрею Евгеньевичу. Добрый вечер. Я хочу начать с извинения. Это как раз вы меня так долго ждали. Прошу прощения. Надеюсь, что содержание беседы я смогу частично искупить свою вину за опоздание. И я очень рад, в первый раз на моей лекции присутствует человек в возрасте меньше одного года. А? По имени Андрей это особенно приятно. В общем, наверное, его ждет большое будущее, если он начинает с долгосрочной стратегии в таком возрасте. Да, меня это вдохновляет. И существует много тем, о которых можно говорить совершенно безответственно. И стратегия одна из них. Особенно долгосрочная, да? Или шаг, или подешаг. Помните, это как раз про долгосрочные стратегии. Если говорить серьезно, то это очень большая и важная тема, с которой, как мне кажется, каждый из нас сталкивается чаще, чем ему видится на самом деле. То есть мы так или иначе, если не принимаем решения, то каким-то образом проектируем свою жизнь или свои действия на отдаленную перспективу. И, в общем, это и есть элемент стратегирования. Существует миллион определений стратегии. Их можно выбирать под каждый конкретный случай. Некоторые из них противоречат друг другу. Ну, я бы начал, например, с такого, что стратегия – это определенная ставка на стечение обстоятельств в будущем. То есть я считаю, что обстоятельства в будущем могут сложиться таким образом. И поэтому я принимаю решение, что мои действия будут выглядеть вот таким образом. Но я бы хотел… Да, наверное, важно, поскольку Егор сказал, что он преподает стратегию, важно начать с этимологии этого слова. Стратегия – стратегас – это греческое слово, изначально означавшее искусство военно-начальника. То есть этот термин пришел к нам из военной сферы. И, мне кажется, скорее касался более краткосрочных процессов, чем те, о которых мы сейчас собираемся говорить. Еще очень важный момент – ценность стратегии. Здесь я вспоминаю цитату, которую приписывают одному из американских генералов, по-моему, Эйзенхауэру, о том, что стратегия – ничто, стратегирование – все. Я вспоминаю эту фразу, потому что она мне очень нравится. Смысл ее для меня в том, что важна не сама стратегия, как некий законченный инструмент, а важно постоянное осмысление того, куда мы движемся, как меняются внешние обстоятельства, и как ведем мы себя в этой связи. У меня, кстати, вопрос. Скажите, пожалуйста, когда начинает портиться принятая стратегия? Прямо сразу, как только я приняю. Да, через час. То есть, поскольку стратегия опирается на некоторые наши представления о будущем, то через час у нас может появиться какая-то информация, которая изменит эти представления о будущем. И в этом смысле стратегия устаревает. И это еще раз подчеркивает, что стратегия – ничто, ну, если она устаревает через час, то что с ней будет через год? А стратегирование, то есть постоянное возвращение, постоянная проверка этих вещей, этих идей, сопоставление их с реальностью и с нашим представлением. И мы же тоже взрослеем, и мы будем хотеть другой стратегии. Вот этот процесс имеет большую ценность. Я здесь прервусь и попрошу тогда Андрея продолжить. Отлично. Да, добрый день всем. Тоже рад видеть знакомые лица. Приятно, что вы выходной день с нами. Во-первых, вот что я хотел бы сказать. Мне приходилось сталкиваться с документами, которые называются стратегия в моей практике. Обычно это полная фигня. Ну, то есть там написано все хорошее. Развить такие-то продукты, построить такие-то места, разработать такие-то месторождения. Ну, допустим, региональные стратегии. Андрей тоже наверняка их не читался до своей бытности замминистра и здесь пачками. То есть, как правило, то, что мы называем стратегическим документом, то, с чем мы сталкиваемся, ну, я сталкивался за последние 15 лет, это обычно набор пожеланий. Бесконечно хороших. И поэтому они очень скучно читаются. После десятой страницы ты начинаешь подозревать, что это... Тебя дурят, в общем, да. Ну, то есть это никогда не будет сделано, поскольку ресурсов никаких нет, это все сделать. Но все написано хорошо. Поэтому нормальные люди их не читают, они стоят на полках. Это как бы практика ситуации. Но я тоже отношусь с серьезностью к этому слову, размытому. Потому что... Вот Андрей уже вспомнил этимологию греческую. Да, выбирали человека, который говорил, мы пойдем вот сюда. Вот и все. Мы не пойдем сюда, сюда и туда. Мы пойдем вот сюда. И он нес за это ответственность. То есть стратегия – это указание направления, куда пойдем. Мне кажется, это самый главный смысл. Это значит иметь мужество отказать другим направлениям в праве существования. Поэтому большинство организаций, тем более людей, никакой стратегии не имеют. И правильно делают. Ну, потому что они скажут, завтра изменятся обстоятельства, я пойду в другую сторону, я займусь другим делом, я перейду в другую компанию. И вообще жизнь такая переменчивая. Но это тоже называется стратегией. Для меня нет. Для меня нет. Поэтому, еще раз, стратегия – это редкая вещь, и надо иметь большое личное мужество, чтобы иметь долгосрочные планы, долгосрочную стратегию. Еще раз подчеркну, большинство людей избегает этого до последней капли крови. Это психологический момент стратегии, как бы этимологический. Это ставка длинная, а за ставку придется платить. И у него есть еще два компонента. Ну, один я уже сказал, он волевой. Когда-то меня учили, что есть такое определение стратегии. Стратегия – есть эманация воли первого лица. То есть, если человек говорит, я знаю, что делать, он первый. И он волю изъявляет. И все. И точка. При этом он не знает, куда идти, как правило. Вы это прекрасно понимаете. Но у некоторых людей есть воля так сказать, и они ведут за собой иногда в пропасть коллектива и организации. А интеллектуальный компонент – психологический, волевой и интеллектуальный. А интеллектуальный компонент – это надо иметь некоторую картину, хуже образ, лучше модель будущего. Надо иметь наглость, сказать, что будущее будет выглядеть так. Допустим, в такой-то сфере, в таком-то продуктовом ряде или тому подобное. Сделать такое утверждение, сделать его по возможности содержательно логичным. То есть нужна модель. И без этой компоненты стратегия остается только чисто таким произволом. Вот как я понимаю стратегию. И еще раз подчеркну, вернусь к той же самой мысли. Большинство нормальных людей, слово нормальное воспринимаете как хотите, всячески этого будут избегать. И по моему опыту, и большинство организаций избегают стратегии, несмотря на огромный объем стратегических сессий, так называемых, которые они проводят. Вот так бы я сформулировал. А если можно, я бы хотел продолжить эту тему по поводу ошибок, с которыми я сталкивался, когда участвовал в каких-то стратегических процессах, когда я работал в Минэкономике, я участвовал в подготовке стратегии среднесрочного и долгосрочного развития. Затем, когда я пришел в Москву и работал лицемером Москвы, я отвечал за подготовку стратегии в Москве. И вот, пожалуй, наиболее таким выразительным был премьер Москвы. Я пришел на работу в конце 2010 года в Москву, только пришел Собянин. И в 2008 году или даже в 2009 году предыдущее правительство под руководством Лужкова приняло свою стратегию. И, конечно, было бы глупо делать какую-то новую стратегию, не познакомившись глубоко с существующей. Ну и, в общем-то, может быть, она была и хорошая. С этого надо начинать. И вот было поразительное ощущение, что там был очень хороший анализ в этой стратегии, то есть оценка текущей ситуации. Но вот синтез предложения, куда двигаться, были построены по довольно часто встречающемуся принципу, особенно в государственном управлении, реже в корпоративном. Все-таки корпоративные стратегии, как правило, более конкретны, чем страновые, региональные, городские стратегии. И вот эта стратегия страдала важным недостатком, очень популярным, который я бы назвал всем сестрам по серьгам. То есть вот когда вы начинаете, когда вы сделали анализ и начинаете писать, куда вы будете двигаться, то вы, как раз Андрей об этом сказал, что нормальные люди избегают сужения выбора. Особенно это чувствуется на политическом уровне, на уровне города, региона, страны, потому что существует группа интересов. И когда вы говорите, мы пойдем в эту сторону, то группа, которые раньше шли в эту сторону, в эту сторону, говорят, а мы, а как же мы, а вы есть, хорошо, мы и в эту пойдем, а мы, а, и вы есть, мы и в эту пойдем. Поэтому вот все, стратегия в своей синтетической части 2008-2009 года в Москве была построена по принципу всем сестрам по серьгам, есть пчелы, будем заниматься пчелами, есть автомобильное предприятие, но не можем же мы его бросить, будем заниматься автомобильным предприятием. И вот как-то один человек, которому обсуждали стратегию, сказал очень важную вещь, которая для меня до сих пор очень важна, является таким мерилом качества стратегии. Она очень простая, но вот применять ее и можно, и полезно. Он говорит, первое, до чего додумываются все, кто делает стратегию, это ответ на вопрос, что мы делаем. На это отвечают все. Вот мы бежим туда-туда-туда. Второй вопрос гораздо более сложный и болезненный. Не столько сложный, сколько болезненный. Его задают реже. Он звучит так, что мы не делаем. Вот представьте себе руководителя любого компании, города, района, региона, страны, которая говорит, нет, мы вот это делать не будем. И сразу вы теряете популярность в определенных кругах, будь то компания или поселение. А третий вопрос еще более сложный и еще более болезненный. Он звучит так. А что мы перестаем делать? Вот то есть, если во втором случае мы просто не идем, мы там не были и мы не собираемся туда идти, то третий случай, третий кейс, наиболее болезненный, мы туда идем. У нас есть люди, которые этим занимаются, у нас есть бюджеты, которые мы тратим. И вот здесь мы должны сказать, стоп, мы прекращаем эту деятельность. И вот это наиболее болезненно, и это типичная ситуация, когда руководители не находят по разным причинам мужества сказать, что мы прекращаем эту деятельность. И это порождает ситуацию, когда вы набираете кучу новых обязательств, не отказываясь от старых обязательств, и в этом случае нет никакой возможности сконцентрировать ресурсы и обеспечить какой-то прорыв. Мне кажется, очень хорошо быть модератором на таких паблик-токах, потому что, в принципе, мое дело не мешать. Но все-таки я задам вопрос на уточнение и на продолжение дискуссии, потому что мы зашли на очень важную территорию, мне кажется, гибкости, адаптивности и при этом ставок, которые могут не сыграть. И за последние годы, на самом деле, мы видели очень много примеров, когда ставки не играли, мы не проявляли гибкость, и это иногда обращивалось не так хорошо, как мы могли бы себе предположить. На самом деле, если мы посмотрим просто исторически на последние пять лет, у многих предпринимателей, у многих компаний были такие события, которые заранее было очень сложно предвосхитить и которые, может быть, влияли на стратегию. Это, во-первых. А с другой стороны, если мы посмотрим, например, на то, что сейчас происходит в масс-медиа, в культуре, достаточно часто обсуждают такие противоречивые кейсы, когда человек действительно берет на себя ответственность, говорит, мы пойдем туда, не пойдем туда, а дальше появляются кейсы, которые разбирают, в том числе и в бизнес-школах, про всякие террены с этого мира, которые вроде как меняют медицинскую отрасль, но при этом затем как бы оборачиваются мошенническими проектами, либо противоречивыми кейсами типа Uber, там, Bework, думаю, что их можно называть очень долго. Вот где этот баланс между тем, чтобы сделать ставку и в итоге как бы держаться ее, особенно когда мы говорим о стратегии десятилетнего периода или больше, и адаптивностью, которая просто позволяет вам делать, ну, по сути, хороший менеджмент, да, местами, и как бы agile, lean, вот эти все слова, которые мы тоже обсуждаем. Собственно, где проходит эта грань, и как не потерять эту гибкость при учете того, что мы на что-то ставим, и как, наверное, не превратиться в авторитарного лидера, да, потому что местами как бы у меня было ощущение, что из ваших ответов следует, что стратег равно человек, который обязательно вот ведет всех за собой, и дальше безукоризненно все должны ему следовать. Вот как эту этическую грань найти? Ну, насчет безукоризненно, это, кажется, ваше прибавление. На самом деле, авторитарности страшно не хватает. В каком смысле? Не хватает авторства. В смысле, я сказал, я так вижу, хотите присоединяйтесь, хотите не присоединяйтесь. То есть, у меня авторитарность в этом смысле, в контексте нашего разговора, а не в смысле какой-то политики, она очень позитивный термин. Хотя политически мы это все не любим. Вот. Потому что авторов нет, которые бы объяснили, почему так, ведь автор должен объяснить, поэтому это первое. А второй, может быть, вам не понравится, но я считаю, что никакого баланса нет. Это оксюмарон. Гибкость, адаптивность и стратегичность. Потому что, если нет стратегии, нечего адаптировать. То есть, сплошная адаптация ко всему. И всегда. Но когда стратегии нет, у тебя вечная адаптация, потому что адаптация в этом смысле исчезает как понятие. Как раз адаптация является второй стороной стратегии. То есть, если у тебя цель какая-то есть, ты куда-то идешь, вот тогда у тебя может быть адаптация к разным обстоятельствам, чтобы удержать эту цель. А если цели нет, если стратегии нет, и адаптации нет. По понятию. В этом смысле, говоря гегелевским языком, это диалектическая штука. Я недавно прочитал, недавно, годичной давности, шутку, что горизонт планирования в России сократился до семи часов. Посмеялся этому, огорчился этому. Но вот я как раз считаю, что это честное признание, что внешние условия не позволяют нам сколько-нибудь серьезно говорить о долгосрочной стратегии. И здесь авторитарность, честность должна состоять в том, что мы об этом открыто заявляем, что это называется тоже стратегия. Это стратегия реактивная. То есть, мы не выбираем путь, а мы реагируем на возможности. Мы уворачиваемся от угроз, и пытаемся схватить какие-то возможности, в принципе, не говоря, куда мы идем в этот период. Вот этот период настолько неопределен, что мы сознательно, в силу вероятности большой ошибки, отказываемся от сколько-нибудь краткосрочного, среднесрочного, тем более долгосрочного прогнозирования ситуации. мы выживаем. Это тоже стратегия. Ну, да, я понял, Андрей, эту точку зрения, с ней категорически не согласен. Потому что единственная способность реагировать, это иметь свою линию. Если своей линии нет, нельзя сказать, мы реагируем на что-то или не реагируем. Адаптируемся к чему-то или не адаптируемся. Нас таскает по горизонту все жизненные обстоятельства от политических до личных. Вот я стою на такой точке зрения. Но я повторюсь, опять же, большинство людей понимает этот риск и избегает этого. И поэтому... Я вспоминаю 90-е годы, которые были, может быть, похожи по уровню неопределенности, когда у нас возникли крупные компании, специализирующиеся на каком-то бизнесе. Очень часто эти компании, если вы помните, возникали как результат того, что люди, получая или, говоря грубее, выбивая долги, получали эти долги, например, в виде определенных товаров. И вынужденно становились сначала трейдерами этих товаров, потому что их надо было монетизировать, а потом становились производителями этих товаров, потому что у них уже появлялась какая-то компетенция. И потом, бах, появлялась какая-то компания, там, нефтеперерабатывающая, сельскохозяйственная, продовольственная, транспортная и так далее, и так далее. В этом смысле я считаю, что сейчас время оппортунистических решений. То есть вот что появится, что будет проплывать, потому что нормальный человеческий ум не может представить все богатство вариантов, которые в такой неопределенности возникают. А выбор это выжить, сохранить и приумножить ресурсы, возможности, связи и так далее. Мне кажется, тут как раз интересная тема такая с точки зрения того, кому это тогда нужно. Потому что вы уже не раз сказали про то, что многие люди как бы боятся стратегировать. Первый вопрос тогда, кому это нужно? Такой противоречивый вопрос, потому что я предполагаю ответ, что возможно это нужно всем, но тогда продолжение этого вопроса. Кто скорее чаще берет на себя эту ответственность стратегировать, кто берет на себя ответственность ставить большие цели и кто по вашему опыту, по вашему мнению на долгосрочный горизонт вообще думает? Да, всякие психи берут на себя долгосрочные цели. Нормальные люди, когда я говорю нормальные, не значит, что я к ним присоединяюсь в ценностном плане. В ценностном плане. Они, конечно, избегают этого, потому что риски, Андрей об этом говорил, очень большие. Помните, основателя компании Intel выражение знаний выживают только параноики. Параноидальные люди, они ставят, они сгорают, они лажают, они приходят к банкротству, они потом всякие психологические последствия имеют, нервно-паралитические, от неудачи жизненного пути. Но именно такие люди имеют и удерживают долгосрочные цели. Благодаря именно таким слово «люди» в кавычках, это команды, группы, тра-та-та. Благодаря этим что-то происходит. Два примера из моей практики. Так уж нечаянно жизнь моя сложилась, что я с 2004 года, Андрей, раньше я позже попал в систему государственного управления, ну и там всякая искуснятина с моей точки зрения. А в 2004 году, когда пришел Андрей Фурсинг, стал министром, и он, в общем, как-то имел стратегию. А именно, что вузы это не придатки предприятий, кадровые отделы, а они разработчики. Ну, как во всем мире. Это была стратегическая линия. Он ее обсудил, понятно, сказали, ну, сказка какая-то, ну, давай. Он за это, Андрей очень точно подметил, получил в личика много-много-много раз, публично, в том числе я был на ситуации, когда в него там бросались на совещание. Физический предмет мне кидали на совещание в Красноярске в 2006 году. Вот. Попали? Ну, да. Он потом костюм менял. Неважно. С тех пор четыре министра, то есть 16 лет, удерживают эту линию. удерживают эту линию. С трудом, адаптируясь. Но линия есть, и поэтому они адаптируют, чтобы сохранить линию по обстоятельствам. Ну, например, линия с международной конкурентоспособностью российских университетов. Ну, да, обвалилась сейчас эта ситуация. Но линия никуда не делась. Она сохраняется в таком скрытом варианте. Но стратегия есть. А если бы ее не было, и министерства никакого бы не было, чтобы уже растащили на гайки и всякую такую штуку. Кстати, мы сидим, я сейчас подумал в нашем разговоре, мы сидим в школе, в которой есть продукт стратегирования. Если бы не было вот этого стратегического разговора 2005-2006-2007 года, ну, я был его участником, не было бы никакой школы сколько. Никто бы не стал скидываться над своими средствами под проект, у которого не было видений. Это я как живой свидетель говорю, когда люди скидывались. Они скидывались под видение, то есть под стратегию. Хотя нам вот тут в очередной раз прав. Все говорили, не валяйте дурака, возьмите там, грубо говоря, учебный план Гаварда, MBA, и по возможности то же самое освояйте. Говорили очень серьезные люди, совсем серьезные люди. Писали это в документах. А мы такие упрямые психи, ну, я был один из них, сказали, нет вот туда. И я считаю, что поэтому не идеально, с большими издержками, я сам могу их перечислять, но проект в каком-то смысле за 15 лет получился, потому что у него было стратегическое видение. А если бы его не было, не было бы никакой школы сколка. Вот два примерчика, поэтому возвращаясь к вашему вопросу, я говорю, только психи. То есть ненормальные люди должны иметь стратегию, а нормальные должны просто жить и адаптироваться. Делать добавить? После этой фразы люди потянулись к выходу. Нет, мне показалось, мне показалось, что Андрей решил, что я как раз противник стратегии. Я не противник стратегии, я хочу сказать, что для разного времени есть разная стратегия, разные ее горизонты. и говорить о том, что я такой фрик, что для меня любая внешняя ситуация не помеха, я все равно вижу вот этот курс. Мне кажется, это нарушает жанр. Дальше здесь мы, конечно, можем уйти в теорию вероятности, в теорию принятия решений и можем сказать, что те удачные примеры, которые мы видим со стратегиями это ошибка выжившего, то есть мы видим только одну выжившую стратегию, а тысячу, которые тоже таких же сумасшедших людей планировали, они не сложились и они мы не знаем, да, эти люди не всплыли, мы не знаем, как у них все сложилось. Поэтому это еще очень важный момент, когда мы говорим о том, кстати, это очень часто бывает так, что вот люди, которые поучаствовали в успешном проекте стали великими седыми старенькими и говорят, вот, слушайте внимательно, если вы так сделаете, вы тоже получите успех. Вот это, мне кажется, самая большая глупость. Они ассоциируют свои усилия, точнее говоря, успех со своими усилиями, не принимая внимания стечения обстоятельств и строго говоря, доказать, что этот проект получился благодаря его усилиям, а не стечению вот этих обстоятельств, в принципе, невозможно, строго математически, поэтому на это надо смотреть с большой долей осторожности, считать, сколько раз эта ситуация повторилась и после этого делать только свой вывод. Так все же, стратегия хорошая, это результат стечения обстоятельств или это результат какого-то проектирования и выбора? И то, и другое. Мне нравится эта уже с темой лидерства, мне нравится одна такая оценка человека, который говорил, что я привык все свои состоявшиеся победы связывать с удачным стечением обстоятельств, а все будущие вызовы со своими личными усилиями. Мне кажется, что это хороший подход. Ты нацеливаешься на то, что тебе нужно достичь какой-то цели и прилагать максимум усилий, а если у тебя это получается, то ты должен обратить внимание на огромное количество внешних обстоятельств, которые все-таки сложились в целом благоприятно. Как понять, что у тебя есть навык стратегирования или у тебя есть возможность стратегировать? Как понять, что ты готов к этому распознать себе этого стратегия и так далее? Это никак не понять. это невозможно. Надо выполнять такую работу. Она всегда публично. В смысле публично это не в телевизоре и для всех, она публично. Ты публикуешь замысел какой-то группе людей, которая для тебя референтна. Либо они присоединяются к этому замыслу логически, либо говорят мура какая-то. Вот и все. Или у меня другая точка зрения. И все развалилось. То есть стратегия это не интимный акт. Тихо сам сел на кухне, нарисовал на листочке, сделал стратегию. Это публичный акт. Поэтому в рожу все и получают. Я повторяю третий раз мысль Андрея. Те, кто говорят надо идти туда, сразу получают группу оппонентов, которые шли в другую сторону. Они тебя начинают по возможности уничтожать. По возможности уничтожать. Потому что если ты закрепишься на этом пути, они вынуждены будут встраиваться в твое движение. Вы будете жить в их проекте, как мы живем в других проектах, в чужих. Мы в основном живем в чужих замыслах и в чужих проектах. Нам обидно бывает, мы переживаем, мы говорим, но вот вечером-то я сам один, без ансамбля. Ну а так и поэтому повести кого-то за собой это очень рискованно. Я поэтому тему с ненормальностью, параноидальностью по Энди Гроу, подчеркиваю, потому что это очень рискованный образ жизни сказать людям, куда идти надо, что делать надо и почему делать надо. Я обновлю эту же мысль, но я хочу другой немножко аспект подсветить, поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, это навык тренируется обычно со смертельными последствиями. Ну в смысле, как, я не обязательно расстреляю. Для проекта? Для проекта это бог с ним, они все умирают. А я имею в виду для человека, а в том смысле, что, ну редко кто, здесь я согласен, ошибка выживший, кто выживает в таком процессе, потому что психическая нагрузка чрезвычайно высокая. Тому, кто говорит, я знаю, как устроено будущее. Видите, какая реакция у остальных людей? Я даже не буду комментировать, чтобы остаться в зоне приличия. Вот, но есть другой момент, который, мне кажется, ускользает от нашего разговора. Вот Андрей сказал, сколько ты сказал сейчас? Семь часов? В смысле, семь часов горизонта. Год назад было, сейчас, не знаю, меньше, больше. Наблюдая, как работают, но я наблюдаю одно министерство. Да, тех, кто в аппарате, в аппарате, у них предельно маленький горизонт планировали. Завтра объявляют новое совещание у премьера, и все твои планы идут далеко. Вот, но, но я не это имел в виду. Обычно какая-то линия, мне кажется, у меня вот рабочее понимание, это семь, двенадцать лет горизонт. Почему? Он связан не с внешними обстоятельствами, потому что люди крайне редко меняют способ своего мышления. Почти никогда. Это самая железобетонная вещь, то, как мы размышляем о чем-то, в каких понятиях, в каких моделях. Это гораздо круче. И чтобы это поменять, нужно очень много времени. Во-первых, самому понять, потом убедить других, потом приступить к реализации. Это семь, десять, одиннадцать лет. Вся моя практика указывает. Поэтому вот ваш намек, если я правильно его понимаю, горизонт, это минимум такой. Он практичный, с моей точки зрения. Он не связан ни с какими внешними обстоятельствами, ни с какой военной операцией, ни с какой политическим режимом, ни с какими географическими, климатическими, этой всей фигнёй. Это связано с тем, что способ, который мы размышляем, крайне редко меняется. И он определяет тот горизонт, на который мы можем двигаться. Опять же, повторяю, это для психов и ненормально. Нам надо было дисклеймер добавить в лекцию сегодняшнюю, мелким шрифтом внизу, для кого эта встреча. Я хотел вернуться, Егор, к вашему вопросу по поводу того, кто хорошо делает стратегии, кто плохо. А вот здесь тоже может, на мой взгляд, быть ошибка. Если мы найдём одного человека, который сделал одну стратегию, она удалась, и другого человека, который сделал 10 стратегий, ни одна из них не получилась, это не значит, что первые в 10 раз лучше или во сколько-то раз лучше. Нет. Здесь возникает, кстати, очень важный вопрос о том, что очень часто в реальной жизни стратегию делают одни, а реализуют другие. И это особенно на уровне компаний заметно. На корпоративном уровне всё быстрее и площадь, чем на государственном уровне. Там слишком много иерархии и много всяких ступеней принятия решений, разделения ответственности и так далее. Так вот, я лично наблюдал ситуацию, когда стратегию делали одни, чаще всего, это внешние консультанты, а реализовывали другие, чаще всего, это сотрудники сотрудники компаний. И когда стратегия... Стратегия косвенно тем самым подтвердила мою мысль только что, что все мы живем в других проектах, в чужих. Да, может быть. Ну и, кстати, надо как-то выходить из этой ситуации. Я вот понял, как в основном надо выходить. То есть, через некоторое время, после того, как отзвенели фанфары и консультанты с помпой, представив блестящую стратегию, и получив свои деньги, оставили компанию в одиночестве с этой стратегией, через некоторое время люди приходят, директоры, и говорят, какая-то ерунда получается. Он набирает консультантов и говорит, ребят, вы какую-то чушь написали. Он говорит, это вы идиоты. Мы написали вам блестящую стратегию, у вас руки просто не из того места растут, вы не можете это сделать. И здесь полный тупик. Здесь полный тупик. Вы никогда не сможете доказать, кто виноват. Сделали плохую стратегию, но ее нельзя реализовать. Или сделали блестящую стратегию, но делать ее некому. Я помню в этой связи всегда советский анекдот. Уже на последних годах советской власти новые люди в ЦК КПСС начитались международного опыта, услышали про планирование в Японии, как японцы планируют производственный процесс. Кстати, они очень много от советского переняли про планирование труда. Эти все кайдзены и так далее. Это все наши 30-е годы. И выпустили постановление о том, что нужно внедрять японский опыт по этому и по этому. Ну и инструктор ЦК КПСС звонит в какой-то отдаленный регион и говорит, как идут дела с решением последнего пленума по внедрению японского опыта с точки зрения научной организации труда. Дела идут, но плохо. Почему плохо? Почему не внедряете? Он говорит, внедряем, но очень мало японцев. Вот это очень серьезная проблема. То есть эта стратегия должна ориентироваться. Не может так, вот у меня блестящая стратегия, а вы тут все уроды не можете ее сделать. Значит, это не блестящая стратегия. Она должна рассчитана быть на этих уродов, которые работают. Тогда она будет стратегией. А если она блестящая, но не для них, значит, она для какой-то другой организации. В этом смысле в разработке стратегии всегда должны участвовать, возможно, не на 100%, не полностью весь коллектив, но люди, которые дальше будут ее делать руками. И у них должно быть право голоса на всех этапах принятия решений, потому что они соизмеряют это со своими действиями. Здесь может быть конфликт интересов, они могут отказываться, каких-то очень сложных вещей. Тройной тулуп они не могут прыгнуть, если он есть в стратегии, они будут говорить, нет, это неправильное решение. Но, тем не менее, они могут удержать от совершенно неадекватных, блестящих идей, которые не пришей рукав никуда. в общем. Дагеневич, я видел, что тянулись, хотели прокомментировать, нет? По этому вопросу. Меня просто разрывает. Мне кажется, Андрей подтверждает мысль за мысль. Не забрызгает, Андрей, не забрызгает. Значит, я же сказал вначале, что это эманация воли первого лица. Это древнее изречение. Ну, вот Андрей сейчас на примере с консультантами отлично проиллюстрировал эту мысль. Спасибо тебе большое. Нельзя никому судьбу поручить разработку. Либо ты ее разрабатываешь с рисками для себя. Судьбу я имею в виду, судьбу компании, судьбу дела, а не индивидуальную судьбу. Мы сдохнемся и никакой судьбы другой не будет. Вот. А вот эту штуку можно сделать только самому. Здесь я с тобой солидарен. При этом можно послушать умных консультантов. Кстати, мы получили отличный документ в 2006 году от консультантов. очень уважаемый. Как должна выглядеть школа? Про школу, когда Макинзи написал, ты имеешь в виду стратегию? Ну что ты все сдаешь сразу? А что ты? Я хотел, как я побегу к Макинзи. Я вежливую. Да, в общем. Ну все, тогда ты все обнулил. Будет, кстати, интересная то, что такая дискуссия. Сколько первых лиц вообще у вот, например, сколько первых лиц у компании, у проекта какого-то и так далее? Это одно лицо, которое должно решать все за всех? Нет, конечно, я подчеркиваю, никаких индивидуальных стратегий не бывает. Да, бывает спикер потом от имени стратегии говорит, но это всегда акт коллективного умопомрачения. Ну, то есть разработки. Всегда есть, потому что мы со своим индивидуальным сознанием очень бедные люди. Я себя имею в виду. Мне нужно поговорить с Андреем. Андрей мне выскажет замечания. Я 20 раз с ним поговорю, тогда моя мысль может устояться. Например. Поэтому это всегда коллективный продукт. Группа ограниченных людей. Обязательно. Поэтому это коллективный акт мышления, если уж говорить в таком языке. Но потом выходит первое лицо или условно первое лицо говорит, ребята, вот туда мы говорим, о, это автор. Это не важно. Это не важно. Происходит в нашем сознании всегда такая авторизация или персонификация акта коллективного мышления. И это нормально. Конечно. Вот еще один очень важный важное направление, важная тема для меня. Когда мы говорим о стратегии, что стратегия это не наука, это искусство. И эта фраза такая традиционная, она базируется на том, что стратегия это всегда попытка сделать, не хочу сказать угадать будущее, в общем, нормальным людям не дана эта компетенция. Это попытка сделать ставку, что по моим сведениям будущее будет развиваться скорее в эту сторону, чем в эту сторону. Поэтому я своих действий буду исходить из того, что предстоит нам рынку, городу, компании, стране, миру двигаться скорее в этом направлении, чем не в этом направлении. И я категорически сторонник вероятностного подхода, недетерминистского, что все это имеет вероятность на природу. И в этом смысле никто из нас не знает, будет ли это действительно развиваться в этом направлении или в этом. Или еще существует бесчисленное множество альтернатив различных. И в этом смысле это не вопрос компетенции. То есть у нас нет людей, которые натасканы на то, чтобы увидеть будущее. Я вспоминаю с улыбкой ситуацию, когда где-то в начале 2000-х годов счетная палата, которая проверяла работу Министерства экономического развития и торговли тогда, написала в своем заключении, что министерство не очень скрупулезно относится к вопросам прогнозирования. Их прогнозы заметно отличаются от реальности, которые и просим обратить внимание на то. То есть потратите больше времени, посидите там, подумайте и сделайте более точные прогнозы. Наконец, возьмите себя в руки. Вот это, мне кажется, принципиальное непонимание природы стратегирования. Мы не можем узнавать будущее. А вот в этом я с тобой страшно солидарен. Стратегирование противостоит прогнозированию. Принципиально это другая логика. Потому что прогнозирование построено на базовом принципе. Я смотрю, как сейчас устроено и аппроксимирую из этих трендов на будущее. Говорю, ну вот если так будет развиваться искусственный интеллект, то количество рабочих мест бла-бла-бла. Стратегирование принципиально говорит, нет, все будет не так. Откуда ты взял? Да я стратег. Я так сказал, пошли за мной. Ну вот в этом есть акт волонтаризма, который идет через греческой традиции, что полководец говорит, идем туда, ребята. Поэтому его и называли стратегом. Он говорил, куда идем. Куда идти никто не знал. Бессмысленно было прогнозировать, перебирать варианты. Вот это очень важный компонент. Я тебе очень благодарен, что ты подчеркнул бессмысленность этой процедуры. обращайся. Я чем хотел закончить эту мысль, что занимаясь стратегированием, мы неизбежно должны сделать свою ставку по поводу будущего, будет ли это аппроксимацией текущих процессов. Чаще всего, как выглядит, не открою вам большую тайну, как выглядит прогнозирование экономических процессов в нашей стране. это аппроксимация. То есть берутся тенденции, существующие тенденции, и примерно оценивается, куда зайдет эта кривая любого показателя темпов роста, курса, цены на ресурсы. Да, смотрится колебание этого параметра на какой-то исторической перспективе, все это делается, но здесь невозможно учесть, например, проблему черных лебедей. То есть можно было 100 нобелевских лауреатов попросить спрогнозировать будущее, но никто из них бы точно пандемию не спрогнозировал. Вот никто. Я, кстати, в 2019 году был на одной конференции, которая касалась какого-то обсуждения будущих проектов. Один человек пытался говорить на тему чего-то, каких-то неожиданных процессов, но никакого интереса ни у кого он не выслал, потому что никто не представлял себе вот это. И поэтому я хочу сказать, что наша типичная ошибка, она и в стратегирование тоже заходит, что мы прогнозируем будущее на основе аппроксимации текущих процессов, даем себе некий коридор, называем это пессимистическим вариантом, оптимистическим вариантом и реалистическим вариантом. И вот здесь строим. И в этом смысле мне очень нравится логика Насима Талеба, кстати, который трейдер, экономист, но мне кажется, он философ такой, у него очень много философий. И он говорит, что прогнозирование решает не ту задачу. Прогнозирование не должно пытаться угадать будущее, поскольку это никому не подвластно. Прогнозирование должно помочь нам сказать, что мы будем делать, если ситуация сложится таким, таким, таким или таким, таким образом. То есть неважно будет падение на 5% или на 50% или на 500%. Важно сказать, куда мы побежим, если падение будет на 5%, наверное, никуда не побежим. На 50% мы побежим туда или на 500% куда мы побежим. Вот это важная вещь, которая меняет подходы и она очень важна для корпоративных структур тоже. Что мы будем делать, если рынок пойдет существенно за пределы вот этого коридора, который мы сами себе придумали. И вот это важный момент тоже для стратегирования. Мы не пытаемся угадать будущее, мы пытаемся понять, что мы будем делать вот в этой точке, в этой точке, в этой точке или в этой точке хотя бы примерно. Мне кажется, у нас вообще красная линия дискуссии идет тема того, что стратегирование это не про принятие ситуации, как она будет или как она есть сейчас, а скорее про проектирование и так далее. И я здесь поддержу последние аргументы по поводу разницы между прогнозированием и другими инструментами, потому что сейчас огромный запрос во всех аудиториях школы на тему сценарного планирования, когда мы можем не спрогнозировать, куда будет идти какой-то показатель, когда мы можем спроектировать разные варианты будущего, понять, куда мы хотим, куда мы не хотим, что нам нужно для этого сделать. И так как мы уже затронули тему таких прагматичных вещей, собственно, что делать, сейчас последний вопрос, который я хочу задать перед тем, как откроем пространство для дискуссии, и коллегам, кто смотрит нас в ютубе, хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы в чате, мы обязательно прочитаем самые интересные из них. Собственно, вопрос такой прагматичный, условно, не знаю, я предприниматель или я человек, который занимается публичными проектами, масштабными проектами, пришел на, допустим, программу мастер и паблик стратеж. Вот что мне нужно делать, чтобы создать свою стратегию, и как мне понять, что все, стратегия сделана, мы какие-то ставки выбрали, первыми лицами договорились, можем куда-то идти. Как выглядит этот процесс, как выглядят эти шаги, какие там элементы? Не накладывайте мне таких сложностей на программу, ну, как на завтра программу. Мы имеем скромные задачи научить, придумывать содержательную логику другого будущего, на которой я использую под слов модель. Вот модель, как должно быть устроено, здравоохранение, образование, банковский сектор или что-то еще, можно не сектор, можно гораздо меньше, вот этим мы имеем наглость заниматься в этой программе. Ну, мы, потому что я не один это делаю, а стратегия, это когда ты уже попал в эту ситуацию. То есть, я маниакально подчеркиваю одну и ту же мысль. Стратегия, она едет по тебе по-живому, потому что ты выходишь и говоришь всем, не просто вот такая модель, классная, вот такая вот логика соединения элементов, а я вот рядом постою. Нет, ты говоришь, я это буду делать с собою, тушкой, и вот, пожалуйста, начинаешь это делать. Ну, и дальше все то, что Андрей уже говорил, что тебя начинают все ненавидеть в этот момент. Поэтому мы стараемся на этой программе дойти до уровня моделей, но мы не можем человека в топку толкнуть, он должен шагнуть в эту позицию сам. Это уже акт экзистенциальный, ценностной. Тогда человек говорит, я буду это делать. И так далее. Вот поэтому я бы разграничивал, то есть я придерживаюсь того определения стратегии, ну не определения, а понятия стратегии, которые я давал в самом начале. А вот разработка моделей логичных, как нужно делать по-другому, чтобы не получалось бесконечно одно и то же, вот этим мы стараемся в меру наших скромных интеллектуальных сил участвовать и вовлекать в это те, кто туда пошел на программе, которую я неудачно назвал паблик стратеги. Неудачно, потому что, ну ладно, это другой разговор, тем не менее, потому что с пабликом плохо, у нас все гос, а не паблик. Вот, и мне приходится каждый раз пояснять, что это не имеется в виду государственные стратегии, а имеется в виду общественные стратегии, это не одно и то же. Я вспомнил фразу, она такая, можно сказать, для красного словца, но мне кажется, есть большой смысл, действительно. Будущее нельзя угадать, но его можно создать. Вот, и я сначала относился к этой фразе как к лозунгу, который мало общего имеет с жизнью, но если вдуматься, то действительно будущее многовариантно, и существует различное количество сил, игроков, субъектов, каждый из которых тянет в свою сторону, да, и мы можем видеть в корпоративном мире компании, которые, да, это эффект выжившего, мы не знаем, кто ставил стратегии, но не достиг и исчез с поверхности земли как компания, но вот те, кто ставил стратегию, кто создал целые рынки, это вот как раз про это. И в этом смысле занятие стратегией, вот это долгосрочное видение, оно очень-очень продуктивно. Но для этого нужно иметь очень большую внутреннюю готовность, терпение, выносливость, да, что вы должны начать что-то, будучи окруженными огромным количеством скептиков, потому что, ну, скорее всего, вы будете противоречить каким-то текущим тенденциям, потому что люди обычно ориентируются на те тенденции, считая, что мир будет развиваться по той траектории, которая уже обозначилась в предыдущие годы. А вы должны говорить, нет, я считаю, вот по таким-таким аргументам, что, скорее всего, будет вот такая бифуркация какая-то. Вот, и вот, если у вас хватит внутренних сил, хватит авторитета, возможности, терпения убеждать людей, то постепенно, помните эту кривую, да, ранние последователи, основные последователи, ранние евангелисты, там, противники, вот эта вот вся кривая, она начнет процессы медленно-медленно, годами сдвигать, сдвигать другую, и фактически вы будете своими руками формировать это будущее. Но для этого нужен большой-большой замах, для этого вы должны быть готовы к тому, что это при вашей жизни может и не случиться, если замах очень большой. Здесь как раз продолжаю эту дискуссию, у нас есть несколько интересных вопросов в чате трансляции, один из вопросов по поводу того, что кажется красной линией в нашей дискуссии идет то, что стратегия вообще тщетна, что стратегия не нужна и так далее, я здесь, наверное, не соглашусь, но хотелось бы еще раз подчеркнуть, там, зачем, зачем нужна стратегия сейчас, и, в принципе, там, в чем ее выгоды, и связанный с этим вопрос, есть ли такой сценарий, когда вообще отсутствие стратегии лучше, чем ее наличие, там, сформулированной стратегии или как-нибудь обсужденной стратегии, может ли быть такое, что стратегия не нужна? У меня ответ, два коротких ответа на первый вопрос, что стратегия не нужна, поскольку она не дает ответов, если мы пытаемся воспринимать стратегию как серебряную пулю, я купил дорогую стратегию, или мне нашептали, или у меня было озарение, я ее написал, и теперь это все решится, то, конечно, это неправильный подход. Нет, нет такой волшебной бумаги, даже если это блестящая стратегия, через год она может превратиться в макулатуру. Это толчок начальный для тебя, который, может быть, поможет тебе дальше на ощупь искать какие-то движения, либо подтверждать свои идеи или чужие идеи, которые ты акцептовал, со временем, что да, этот прогноз сбывается. Поэтому нужно относиться реалистично к этому документу, к этому инструменту, не надо сводить его к документу. Это не серебряная пуля, и она зависит и от качества стратегистов, и от качества тех, кто эту стратегию будет реализовывать. А второй вопрос по поводу того, может ли быть, может ли отсутствовать стратегия, я уже сказал, что такой научный термин есть, это реактивное стратегирование, когда мы, ну или даже планирование, хотя есть такой Генри Минсберг, он написал очень хорошую книжку, стратегическое сафари называется, мне она нравится. Тебе не нравится, так вздыхаешь? Вот он как раз начинает свою книжку с того, что стратегическое планирование это оксюморон, то есть это неправильное сочетание. И это действительно так, хотя вот если вы сталкиваетесь с государственными документами, то там день и ночь стратегически планируют, но что говорит он, и к этому надо прислушаться, он говорит, что стратегирование это искусство, это попытка нащупать на основе интуиции, скрытого знания, которое нельзя формализовать, какие-то инсайты, которые вам подсказывают, что нужно идти туда, а не туда. А планирование это очень формальный процесс распределения ресурсов для того, чтобы туда дойти. То есть это две разные вещи. Сначала вы выбираете по каким-то, только вам может быть понятным признаком, что вам надо идти туда, а дальше вы уже превращаете все в формальность, берете диаграммы Ганта, что угодно, и говорите, у меня есть 10 бочек сала, 20 коробок печенья, мне 3 года туда идти, я распределяю их вот таким образом. То есть это категорически разные процессы. Ну я в 16 раз повторил то же самое, сказал, давайте метафорично. Если можете жить без стратегии, конечно, живите. Вернее так, если вы что-то делаете, и вам не нужна такая штука специфическая, как стратегия, все хорошо. только когда вы жить не можете предыдущей жизнью, вам требуется вот эта разработка. А такое часто возникает, что нельзя продолжать делать то же самое, что делал вчера. Сдохнешь. Хочешь сказать, ну сначала к врачу сходите проконсультируйтесь, может быть вы жить не можете из-за чего-то Я сам виноват в медицинских интерпретациях, но я сейчас не на этом акцентируюсь. Это вот важный момент, потому что часто в разговоре как-то кажется, что это общий элемент, мы все будем стратегировать, закончим программы, всякие там нас научат, это полный вот. А я хотел бы сказать, что если без этого может обходиться нормальная жизнь, надо этого избегать, потому что последствия очень тяжелые у этого акта. Я говорю это в третий или четвертый раз. Вот на каком моменте я хотел бы акцентировать, если я правильно понял вопрос слушателей. Да, на самом деле я здесь возможно добавлю, так немножко присниму шляпу модератора, потому что на самом деле очень сильно соглашусь с вами, это дискуссии, которые у нас постоянно идут в аудиториях вообще на тему того, нужно ли включаться, условно говоря, в стратегирование, нужно ли вставать в эту позицию, когда ты становишься стратегом, и это, мне кажется, бок о бок ходит еще с таким избитым словом осознанность, сейчас, которое опасно интерпретирует в разных местах, но на самом деле это правоосознание, что мы идем куда-то в какое-то направление, что мы ведем за собой и осознанное включение в это направление. Поэтому, Егор, я подчеркну, что это немножко ценностной и в каком-то смысле экзистенциальный акт. Как следствие, он имеет последствия для твоей жизни. Я уж других не жалко, но для твоей жизни он имеет тяжелые последствия. Коллеги, я предлагаю чередовать вопросы из трансляции и вопросы с мест, если у кого-нибудь есть здесь. Да, давайте с вас начнем. Меня зовут Юрий Погорел. Я хотел бы попросить Андрея Владимировича, Андрея Евгеньевича нам рассказать хотя бы один пример успешной с их точки зрения стратегии. Ну, какой-нибудь. Одна успешность Сколкова и поскольку не считается. Ну, останьте еще неуспешно. Не знаю, слышите. Всего три проекта в жизни, каждый занимал по 15 лет. Один из них вот это вот то, что я рассказал и второй то, что я рассказал. Вы что, коллекционируете? Как раз я считаю, что если бы не было этой линии, не было бы этого замысла, вот этого такого жесткого, определенного, то ничего бы и не было. Ну, была бы вечная адаптация ко всему. То есть ничего бы и не случилось. Заметьте, я здесь согласен с Андреем, никакой гарантии это не дает. Но точно жизнь была бы скучной, вечно адаптивной. Скучнятина, в общем. А так можно погибнуть, ну или куда-нибудь залезть. То есть стратегия Сколкова никак не поменяла за 15 лет? Интимный вопрос. Ну, во-первых, это лучше спросить действующего ректора, а не нас, как бывших ректоров. С моей точки зрения, в принципиальном конструкциях нет. Можно поставить другой вопрос, который, мне кажется, очень важный, отсюда вытекает. «А не пора ли?» Мне кажется, да. Ну, 15 лет уже отработала одна модель, вот сейчас нужно, ну, слово «сейчас» условное, 5 лет назад можно было начинать и еще потерпеть пятерку лет. Вот. Ну, мне кажется, самое время, потому что, когда это придумывалось в 2005-2006 году, те, кто это придумывали, имели вариант развития страны, который не состоялся. мне не хотелось снимать вас много времени. Я хотел сказать, что вот была такая программа Грефа 99-го, 2000-го года, и есть документы, которые анализируют ее выполнение, что она выполнена там по разным оценкам от 25-ти до 45-ти процентов. То есть, что-то из нее получилось, что-то не получилось, но есть всегда временной, временной аспект, и можно сказать, что то, что мы считаем сейчас не получилось, может быть, для этого еще не настало время. И наоборот, то, что нам сейчас кажется, что это успешно, кажется, что это просто был всплеск, который там в течение многих лет просто исчезнет. Поэтому в любом проекте, мне кажется, можно найти и успешные ситуации, и не успешные. Вот взять, очевидно, на мой взгляд, успешную ситуацию, Россия стала самым крупным экспортером зерна. Вот если вы посмотрите на ситуацию, которая в конце концов тоже угробила Советский Союз, что Россия страшно нуждалась в зерне, и она закупала его за валюту, которую выручала в основном от нефти. Уже, по-моему, 8 лет назад экспорт зерна превысил доходы от экспорта вооружений. Россия была второй страной по экспорту вооружений до недавнего времени в мире. И Россия продолжает увеличивать этот рынок и так далее. и так далее. Успех? Успех. А с другой стороны, давайте посмотрим. Это, в общем, продукция с не самой большой добавленной стоимостью. То есть, из зерна научились делать не только муку и не только продукты, но всякие аминокислоты и так далее, и так далее, добавленная стоимость которых существенно выше. Если брать шире меры поддержки сельского хозяйства, в которые вложили много денег, и в принципе это сейчас заметный сегмент российской экономики, но опять получилось, что львиная доля этих денег ушла крупным хозяйством, а мелкие хозяйства практически не имеют доступа к этим деньгам, а это проблема не только собственно как накормить население, а это проблема образа жизни для примерно четверти населения Российской Федерации, которая не является городским. В этом смысле эта стратегия неудачна, она не достигла своих целей. Поэтому смотрите, с одной стороны мы стали лидерами в экспорте зерна, и это здорово, и мы обезопасили себя. Кстати, с другой стороны часть просвещенных людей вам скажет, что так получилось, потому что поголовье стада в Советском Союзе было 50 миллионов, а сейчас по-моему 15 миллионов, то есть мы меньше на 35 миллионов имеем голов, которые кушают это зерно скота, и поэтому у нас образовались такие излишки. То есть здесь нет такой оценки хорошо, хорошо или плохо, к сожалению. Каждый может найти себе что-то хорошее, каждый может найти себе что-то плохое. Тем более если мы это смотрим в горизонте, то ситуация может меняться. Приключусь на секунду на вопрос из трансляции и вернемся к вопросам из зала. Два очень связанных вопроса. Первый вопрос в чем плюс привлечения внешних консультантов и вообще возможно внешних наблюдателей и можно ли вообще без взгляда со стороны понять в какой точке ты сейчас находишься, то есть понять точку А и понять где ты можешь быть, где ты хочешь быть, вот эту точку Б. И как раз связанный с этим вопрос, какими средствами удается организовать коллективный акт сопроектирования стратегии, как вовлечь топ-команду в эту деятельность, вообще можно ли это делать опять же без внешних глаз или какими-то собственными силами? Можно делать без внешних глаз, если есть топ-команда, которая соглашается сложить с себя функции должностные и выйти в зону личного риска и зону незнаемого, потому что стратегия всегда это то, что ты не знаешь, а там все люди себя чувствуют неуверенно, когда обсуждают будущее, у них теряется почва под ногами, и поэтому таких людей немного, поэтому ее мало людей может обсуждать. Можно ли это делать без внешних людей? Повторяю, можно. Хорошо ли проверять на внешних? Хорошо, но только когда тебе дают советы, всегда думай, а какую цель преследует, тот тебе дает советы, и как он будет нести ответственность за тот совет, который тебе дал. Полезное такое упражнение. Да, я вспомнил анекдот, который мне очень нравится по поводу внешних советчиков. Анекдот про консультанта Всемирного банка, не слышали? Приходит такой хорошо одетый человек, забрался куда-то высоко в горы, подходит к пастуху, который пасет огромное стадо, и он говорит, вот давай договоримся, я сейчас быстро посчитаю, сколько у тебя животных в стаде, а ты, если я ошибусь не больше, чем на 1%, ты мне дашь одну овцу. Хорошо, он, значит, поднял дрон, там что-то раз, посчитал, как-то все быстро, и говорит, вот у тебя там 325, он говорит, да, угадал, он забирает животное, говорит, а можно я тебе расскажу, кто ты такой? Он говорит, да, ты, консультант Всемирного банка, он говорит, да, откуда ты узнал? Ну, во-первых, больше, чем быстро посчитал, а во-вторых, вместо овцы ты взял собаку. Вот это проблема с внешними консультантами, то есть они очень часто не обладают компетенциями в каких-то процессах, но в этом их слабость и в этом их сила, в этом их сила. У меня есть личный опыт, я могу рассказать о нем, я когда работал в Министерстве экономического развития, в 2000 году начиналась реформа естественных монополий, и неожиданно мне предложили этим заняться, я вообще ничего не понимал в этой теме, и там долго не соглашались, что я буду этим заниматься в силу некомпетентности, но потом как-то все это получилось, и мы пришли первый раз в РЖД, да, вообще так, нужно было реформировать РЖД, РАОЕС, Газпром и Транснепт, такие вот неслабные, у нас был большой департамент, аж 44 человека, которые должны были эти четыре компании реформировать, ну, Газпром нам не дали реформировать, как-то Транснепт проще, а вот РАОЕС и РЖД, это было интересно в течение трех лет, прям такой процесс, так вот, когда мы пришли в РЖД, это был 2000-й год, в то время в компании работало миллион человек, миллион человек в компании работали, у нас из 44 железной дорогой занимался, по-моему, человек 15, вот, ну, и мы пришли с одним человеком, на нас смеялись, конечно, да, сказали, сколько вы дней работали на железной дороге, я работал, я студентом чистил пространство между шпалами, кто знает, давали 5 рублей за то, если ты прочистишь 20 метров, чтобы вода стекала, я сказал, что я работал несколько дней, вот, но, короче, нас всерьез никто не принимал, и над нами смеялись, но довольно быстро, довольно быстро, потому что мы же ходили еще в Газпром, мы ходили в РАОЕС, мы ходили в РЖД, довольно быстро мы поняли, что люди, которые действительно проработали 40, даже были люди, которые проработали 50 лет, кто делал, кто знает пресс-курант 1001, который еще Витте начинал писать, Сергей Юрьевич, Витте Юрьевич, который был первым, вторым министром путей сообщения, он начинал этот пресс-курант товарный перевозок писать, вот эти люди, которые знали все на железной дороге, они не знали каких-то вещей, которые для нас стали очевидными, потому что мы подсмотрели их в электроэнергетике, оказалось, что действительно не зная вот все по вертикали, горизонтальное знание, знание природы естественных монополий, да, что такое естественные монополия, там есть ряд критериев, высокие барьеры входа, невозможность быстрого воссоздания, второй материальной инфраструктуры и так далее, и так далее, вот этого они не понимали, и в этом смысле нас зауважали, нас зауважали через некоторое время, потому что мы стали приносить идеи, которые мы подсмотрели, нам никто этого не запрещал, которые они не видели, опираясь на такой большой опыт, поэтому это очень важно, когда приходят свежие люди, да, ну и есть выражение в образовании, но не в образовании, консультантов, которые говорят, что человек, который создал проблему, не может ее решить, во многом они создали ту проблему, да, может быть, не из вредительства, конечно, а из того, что глаз замылился и так далее, и они не видели ее, а свежие люди ее увидели, но, конечно, делала смешанная команда, то есть, человек, который возглавлял группу консультантов, потом стал замминистра, вошел туда и курировал эти процессы, но все равно решение принималось главой компании, который не был консультантом, а был железнодорожником, такой какой-то был, поэтому внешние консультанты полезны в определенных дозах. У меня, знаете, такой вопрос по поводу инноваций, то есть, вот в реалиях текущего времени и ближайшего, ну и ближайшего развития, какую роль... У меня вопрос по поводу инноваций, какая роль значения инноваций в стратегии вы видите в реалиях текущего времени, там, 23-е и далее года? Я в последнее время участвовал в нескольких дискуссиях, где обсуждалась эта тема страшно-страшно важная, то есть, мы оказались отрезанными от мирового инновационного рынка, и я вижу здесь несколько проблем из того, что я думал, из того, что я услышал. Первое, что наш рынок для инноваций очень мал, и мы имеем искусственные ограничения для вывода наших инноваций на широкий рынок. Делать инновации для вот такого рынка, который составляет полтора процента от глобального рынка, в общем, довольно сложно, и я вижу, что многие компании, даже вне связи с спецоперацией, пытаются выходить на мировой рынок, а теперь в этой связи еще и скрывать свое российское происхождение для того, чтобы оправдывать свою работу, свои инвестиции для большого рынка. Что я слышу от специалистов, от экспертов, я не являюсь экспертом в этом вопросе, что, наверное, мы решим проблемы с критическими технологиями, которых у нас не хватает. Говорят прежде всего о станкостроении и говорят о микроэлектронике. У нас нет чипов, у нас нет собственных станков. Но это будет очевидно субоптимальное решение. То есть, мы создадим станки и мы сделаем свои чипы, но которые будут, так скажем, существенно менее продуктивны, чем лучшие аналоги, потому что инновации не рождаются по приказу, инновации рождаются в совершенно неожиданных местах и, как правило, с большим элементом случайности, с большим элементом нереализовавшихся инноваций. Где они получатся, никто не знает, нужно, чтобы было очень много. А во-вторых, те, кто создаст эти решения, они не смогут тиражировать их на весь мир, и они, скорее всего, должны будут опираться на обязательства государства покупать эти решения. Поэтому это позволит нам решать наши проблемы, но это не позволит нам достичь топовых позиций, в инновации, по крайней мере, вот в этих отраслях, где у нас есть историческое отставание. Вопрос в том, как не отстать в тех отраслях, где у нас есть исторические преимущества. У нас по-прежнему одно из самых сильных образований, причем чем на более раннем возрасте, тем более сильное образование. У нас есть национальная поисковая система, у нас есть платформенные решения, которые по большому счету есть, только в трех странах, США, Китае и в России. То есть, у нас есть какие-то решения, и вот надо озаботиться тем, как сохранить лидерство в этих сегментах, согласившись на субоптимальные решения в других. Согласен. Лаконично. Два вопроса из трансляции, потом снова переместимся в вопрос из зала. Вопрос от Алекса Федорову. Цель считается реализованной, если результат максимально близко соответствует цели, к 100%. Что можно считать реализованной стратегией? И мне кажется, связанный с этим вопросом от Андрея Ищенко, по каким критериям понять, что стратегию пора менять? То есть, когда понять, что нужно обновляться? Андрей, Евгеньевич, наверное, вам адресую, а потом Андрей Владимирович добавит? Не знаю. Правда, не знаю. Это же на уровне живота. Ты чувствуешь, что все идет в бездну. А когда это чувство к тебе приходит? Обычно уже после того, как все уже полетело в бездну. А до этого чуйка отказывает. Мы продолжаем маниакально реализовывать старый способ принятия решения, неважно, в какой сфере. Вот. Ну, по меньшей мере это можно, с моей точки зрения, можно искусственно создавать ситуации проблематизации или проблемной дискуссии о том, как устроено то или иное дело. Вот если можно искусственно вызвать такой процесс, такой процесс организовать, тогда можно не ждать падения в пропасть, а чуть раньше прекратить или сменить способ. это опять попытка найти инструкцию и вот как отлить серебряную пулю. Дело в том, что ведь и когда мы говорим, что стратегия устаревает фактически с момента ее принятия, цель тоже является частью стратегии. И цель может устаревать. И мы можем в определенный момент понять, что цель и полагание было неправильно. и выход из этого является ли гибель фирмы фиаско стратегии. Ну, скорее всего, да. С другой стороны, может быть, и нужно, чтобы эта фирма умерла, а вот появилась какая-то другая фирма. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, например, вот в истории Apple, компании Apple была очень серьезная развилка, когда они не хотели открывать то, что называется сейчас Apple Store, когда они не хотели пускать открытое ПО, открытое программное обеспечение, считая, что это нанесет им какой-то ущерб, раскроет их и так далее, и так далее. А мне кажется, и после того, когда они решили, мне кажется, это сделало их сразу лидерами. Я не помню точно, но сейчас в Apple Store продается, по-моему, несколько миллионов продуктов, каждый из которых привлекает дополнительную аудиторию или удерживает дополнительными средствами существующую аудиторию, привязывая ее накрепко к решениям компании Apple. То есть, если бы у нее не было вот этого App Store, отказаться от нее в пользу другого решения было бы гораздо проще. Когда ты вот этими веревками уже привязан, это изменение было серьезнейшей стратегией, это было открытие каких-то кодов и так далее, и так далее. Значит, старая стратегия была неправильная, но да здравствует король, стратегия умерла, но появилась снова. Поэтому это все время перепрыгивания с одной льдины на другую. Может быть, перепрыгнешь, может быть, утонешь. Давайте часть аудитории. Меня зовут Ольга Ильина, я 15 лет работала в корпоративном ВТБ и не понаслышке знаю про внешних консультантов и стратегии, в частности отмена ежеквартального премирования. Они написали, отменили, люди потеряли в доходах и ушли. Значит, мы поняли, что стратегирование... Нанял другой банк, видимо. Видимо. Пошли дальше. Мы поняли, что стратегирование достаточно неблагодарное дело и стрессовое. Вот наименьшим из зол будет являться все-таки адаптация стратегии, либо изменение способа своего мышления, либо изменение способа мышления других. Вот все это такие вехи достаточно сложные. Что вот будет наиболее оптимальным вариантом? Спасибо. Опять анекдот вспомнил. Когда итальянский муж с женой усталые приходят с работы домой, и их дети какое-то количество грязные все, вонючие, облепляют их. И муж в ужасе говорит, ну что, этих вы мы или новых нарожаем? вот это к вопросу мы в состоянии переобучить наших людей таким образом, чтобы они сгодились под новую стратегию, или нам надо их менять? Я возвращаюсь к вопросу про японцев. Если у вас очень мало японцев, то, скорее всего, японские стратегии вам не подойдут. И вот это важный вопрос. Если вы делаете стратегию, считая, что ни один человек вашей компании поменяться не сможет, то, наверное, это стратегия вчерашнего дня. То есть стратегия должна подтягивать до какого-то уровня, но чтобы люди не умерли во время этого подтягивания, то есть не плюнули и не ушли. Опять, это не наука, это искусство. Вы должны ориентироваться и смотреть, где люди начинают терять терпение и начать хлопать дверьми. Может быть, в этот момент остановиться и поговорить с ними. Но если как бы ничего не меняется, вы просто говорите, ребята, вот стратегия, и никому из вас ничего делать здесь нового не надо, будете делать все, это похоже на какой-то самообман. Все-таки компания создается не для того, чтобы сделать сотрудникам хорошо, а для того, чтобы достичь своих целей, но при этом, чтобы сотрудники чувствовали, чувствовали, что с ними обращаются как с людьми, но требуют от них чего-то. Поэтому все равно стратегия должна быть на вырост. И вот этот разрыв между сегодняшним состоянием и тем, которого требует стратегия, это уже оценка компетенций руководителя одного или ядра какого-то. Да, мы подтянем этих людей, нет, мы наберем этих людей под эту стратегию. Вот, опять же, у меня был опыт работы в Минэкономике, я пришел туда в конце 96-го года, а Греф туда пришел в 2000-м году. И он сильно менял команду, и долгое время мы не могли с ним найти общего языка, и я уже собрался уходить на другую работу, и после этого он мне предложил заняться этими самыми естественными монополиями. Но вот самое первое, что он сделал в течение, наверное, полутора лет, он очень много людей поменял, он привел много-много людей с рынка, из консультантов. Было большое количество ошибок, то есть, не то, чтобы он привел неправильных людей, просто эти люди были для другой среды, не для государственной службы. И, с другой стороны, те люди, которые, может быть, были незаметны вчера, в новой ситуации раскрылись по-другому. То есть, здесь не было такого правила, что всех защищаем, все это мусор, потому что они вот оттуда, а я всех нет. И среди новых были проблемы, и среди старых оказались звезды, которых не увидели, которых промоутили каким-то решением, отдельными задачами, персональным обращением. Это очень важная тема, потому что очень часто к стратегии относятся как к такому технологическому акту. Вот важно что-то написать, расписать проект, и да, я придумал направление, поэтому мы идем таким образом. А поцеловать, как в анекдоте, да, кто вот это будет делать, с какого перепугу они побегут туда, когда, в общем, они бегать разучились за это время, им и так было хорошо. нарисуем какую-то перспективу, выкажи им уважение, вообще послушай, что они по этому поводу думают, может быть, они тебе скажут что-то важное, не один ты такой умный в деревне. Вот это другая важная часть. Можно сделать блестящую стратегию и ничего не поменять, можно не принимать никакую стратегию, но убедить людей, например, реагировать на переживать неприятности вместе и так далее. И это может оказаться лучшим решением. Это не стратегия? Можно и так назвать. Только декоративное. Ну, надо лом в газетку завернуть, чтобы было видно лома, которым вы хотите что-то сломать. На тебя не угодишь. Потому что, я продолжаю этот же вопрос и с этой реакцией. Нам нужно как-то продать такой термин есть, как-то убедить сотрудников. Я называю это лом в газетку завернуть. А мне кажется, вы задавали гораздо более принципиальный вопрос, когда вы сказали слово способ, которым принимается решение или мыслят люди. Вот если его не эксплицировать, то есть не сделать видимым, а не интимным актом внутренним, если не нарисовать, как мы принимаем решение, то ничего изменить нельзя. Можно действовать только так, как и вот в примере с Грефом. То есть поменять гарантии этих, где гарантия, что днов пришедшие не принесут с собой тот же самый способ мышления. Люди поменялись, а способ мышления остался тем же самым. Я считаю, что конструктивной работой, очень тяжелой, очень трудной, бла-бла-бла, является экспликацией того, как мы принимаем решение, как мы размышляем. там все вопросы и зачем возникают. Зачем это вопросы ценностные? Я фокусируюсь на интеллектуальной процедуре. А зачем это ценностной обычный вопрос? Давайте середину продолжим с третьего ряда по серединке. Рябов Улан, наставник предпринимателей. Уважаемый Андрей, очень интересный доклад. Если рассмотреть нашу жизнь как множество стратегий, то мы живем в чужих проектах, в чужих стратегиях. Интересен вопрос взаимодействия стратегий. К примеру, Союз и НАТОВСКИЙ БЛОК. То есть у каждого актора были свои стратегии. А Союз также делал стратегическое планирование. И мы точно не планируем в 1991 году расходиться, разваливаться. Вот можно этот момент осветить взаимодействие стратегий и объективность внутренней обратной связи. Если я правильно понял, что вы спрашиваете, у меня короткий ответ. Стратегии не взаимодействуют, они играют на поражение. Чья круче? И все. Вот чья круче, та и начинает доминировать. Слово круче можете расшифровывать, как вам нравится. Больше ресурсов вовлекли, больше людей захватили, больше внимания привлекли и так далее. Но взаимодействие стратегий, старая шутка, не бывает слияния, бывает только поглощение. Вот так я отношусь к стратегиям. Они конкурируют и побеждают друг друга. Мне кажется, что здесь важно, я несколько раз уже слышал, что в 1988 году, напомню, союз развалился в 1991, в 1988 году или в 1987 даже был большой доклад американских аналитических центров спецслужб, который анализировал ситуацию в Советском Союзе, очень объективно и так далее. Резюме этих докладов были категорически далеко от идеи распада Советского Союза. То есть вообще никто это не прогнозировал. В этом смысле распад Советского Союза не был результатом каких-то успешных действий НАТО, на мой взгляд. Это были внутренние причины, об этом надо говорить на отдельной встрече. Ошибки были фундаментальные в той модели, которая была выбрана и истечения обстоятельств. Война в Афганистане, падение цен на нефть, перестройка и так далее. Все вот это сложилось в одном месте и мы получили то, что мы получили. Поэтому сказать, что вот та стратегия была лучше а это хуже, на мой взгляд неправильно. Все гораздо фундаментально. То есть рыночный способ производства основанный на демократии оказался чуть лучше, чем нерыночный способ не основанный на демократии. Ну, тут, Андрей, конечно, отдельная тема, классный разговор. Есть книжка Гершенкрон, российский, потом американский экономист, предсказал это в 70-х годах, анализируя издержки, в том числе на разработку технологий и все остальное. А дальше уже, здесь я согласен, нужны были исторические констелляции, то есть сборка всяких обстоятельств, которая привела к такому историческому событию, как распад Советского Союза. Но базовая основа была предсказана в 70-е годы. Довольно аргументированно эти книжки можно взять, поэтому с точки зрения теоретических конструкций это должно было произойти, а дальше когда могло произойти, и оно произошло, так сложилось через 30-40 лет. Последний вопрос из зала, раз у вас микрофон. Да, спасибо большое, Андрей Евгеньевич, вам вопрос. Вы сегодня несколько раз подчеркивали значимость авторитарности в стратегировании и в реализации стратегии. Авторство, авторство, авторитарность в смысле авторство. Хорошо, вот давайте я вопрос сформулирую, вы скажете про авторство, авторитарность. Тема стратегирования как ставки понятна, а вот с учетом того, что паблик стратеги, для меня очень важный аспект, например, то, что стратегия это еще и договор между разными стейкхолдерами и в этом отношении стратегирование как переговорная площадка крайне важный элемент. Вот как в таком и время такого стратегирования, да, есть борьба между различными ставками, между различными стейкхолдерами, вот в этом отношении насколько важно авторство и авторитарность, если подходить к стратегии, как к стратегированию как переговорной площадки. спасибо, очень классный вопрос. Надо различать социальную борьбу групп, я уж не говорю политическую борьбу групп, и логическую борьбу. Я, конечно, имел ввиду логическую борьбу, чья идея круче, чья идея мощнее захватывает воображение и перспективу, логикой. А социальная борьба, она всегда присутствует. Я ее не имел ввиду. Я сейчас называю стейкхолдеров, анализ стейкхолдеров, мнение стейкхолдеров. За этим ничего, кроме социальности, зачастую не стоит. Как правило. Но есть случаи, когда стейкхолдеры публикуют свои модели, публикуют свои... Тогда уже сталкиваются не люди, а логики. Не люди, а логики. Я это имел ввиду, когда говорил о стратегии. Можно чуть-чуть продолжу? Смотрите, я работаю с территориями и понятно, что там кроме муниципальных органов власти есть еще местный бизнес в самых разных лицах, местное предпринимательское сообщество дополняется интересами тех или иных общественностей в разных формациях. И в этом отношении конкуренция между ними не социальная, а вполне себе конкуренция. Вот мы видим будущее вот так, а мы видим будущее вот так. И это разные ставки. Она тоже присутствует. И почему нет? Вам везет. Крайне редко люди эксплицируют в явном виде свой вариант будущего. Они эксплицируют свои интересы. Как правило, социально-биологически. Как правило, за редким исключением. придавая им приличную форму в приличном обществе. А вот логики, чтобы сталкивались, это редчайшая и шикарнейшая ситуация, когда можно столкнуть логические модели. И бывает это крайне редко. По моему опыту такое бывает крайне-крайне-крайне редко. Последний вопрос с трансляцией. Игорь Моренко спрашивает. С 2008 года примерно принято в каждой организации создавать специальные подразделения, функциональные которых есть стратегическое развитие. Какие выводы по работе таких структур можно сделать сейчас? Как оценивать? Игорь Михайлович Моренко сам был замминистра и он очень крутой человек. Он сейчас ректор одного из лучших педагогического университета страны. Как правило, это покойники. В том смысле, создается стратегическое подразделение, чтобы туда слить всех, которые не мешали работать. Туда отодвинуть, они будут писать, создавать документы, а все будут ехать своим чередом. Это первый вариант, самый массовый. Редко бывает обратный вариант, что стратегическое подразделение переобует всю организацию своей работы. Это редко. И как шутил мой старший товарищ, директор по стратегическому развитию, либо покойник, либо следующий президент компании. Последний вопрос, чтобы завершить, подвести итоги. Хотел бы, наверное, каждого из вас попросить коротко, не знаю, в формате блица, дать, может быть, один совет по поводу стратегирования сейчас. Что можно вынести с точки зрения каких-то действий, каких-то советов, которые нужно сделать нашим слушателям? Держитесь подальше от этого. Это первое. Но если вам хочется интересной жизни, хочется этого риска, да, ищите соратников, которые способны удержать не уровень социальных столкновений, я прав, ты не прав, а уровень экспликации своих моделей, или, как справедливо было сказано, способов того, как мы размышляем. Люди редко соглашаются на это. Ищите компашку. Я тоже повторю то, что я говорил. Мне кажется, что не нужно абсолютизировать стратегию и ждать от нее чудес, видеть в ней серебряную пуль, которая решит все наши проблемы. Нужно заниматься этим процессом. Возможно, без высоких ожиданий, возможно, в гигиенических целях. То есть мы чистим зубы и делаем зарядку иногда. Нужно иногда проводить какие-то сессии и ставить неудобные вопросы. А что мы будем делать, как компания, как группа, как город, если ситуация развернется вот в эту сторону? Давайте порассуждаем. Это риски, это смертельные риски, или это возможности, или сочетание, что мы можем из этого взять? Возможно, это все эвристический процесс. То есть решение может прийти, а может не прийти. Но если вы этим не будете заниматься, оно точно не придет. Спасибо большое за то, что присоединились к нам в праздничный день. Я в завершении хотел сказать, что как раз разработкой стратегии и, собственно, пониманием разных процессов моделей, как Андрей Евгеньевич говорил, связанных с этим процессом, коллеги разбирают на программе Master and Public Strategy. У нас открыт набор. Ура, спасибо. Открыт набор на эту программу. Старт 28 августа этого года. Соответственно, если вам интересно, можете присканировать QR-код, либо пройти по ссылке в описании. Там, собственно, есть все детали про то, как можно туда прийти. Ну и давайте поблагодарим наших спикеров. Мне кажется, очень интересно мне услышать. Спасибо. Это тоже один из элементов увлекаемых стратегирования. Можно. власти, а даже отчасти. Это будет мертвая стратегия. Не только